привет друзья с вами варчик в этом видео разберемся с вами и сделаем выводы про актуальность ветки и 7 возможно в этом году ее апнут если это произойдет мы перетестим эту ветку и снова я расскажу свое мнение про эту ветку советских тяжей последний раз я играл на этих танках таких как к в 1 квас из из 3 объект 257 и конечно же сам и всем очень давно поэтому я решил освежить по некоторым веткам свои впечатления возможно мы все ветки затронем в идеале так или иначе нужно понять 2023 году как себя чувствуют танки в этих ветках что стоит качать что не стоит поскольку за те годы пока я не играл на этом мое мнение мало уже не соответствует действительности поэтому начал я с кого один даже на пятом уровне людей не так уж много и бои собирались хотя онлайн был в игре неплохой 14 на 14 поэтому я решил что ниже 5 уровня вообще нет смысла ничего смотреть поэтому и начал с кого один там все равно ниже пятого уровня танки проходятся за пару боев ничего страшного если мы закроем на ней глаза мне кажется так делает весь народ который играет в эту игру они даже не замечают что есть танки ниже 6 левела что хочется сказать про к в 1 плохая лобовая броня очень плохой обзор очень плохая стабилизация в целом точность так себе но неплохие уэн и минус 7 неплохой дпм 2000 пробитие основным снарядом 120 и голдой 161 с альфой 160 также у нас 90 снарядов а это очень впечатляющая цифра если посмотреть на топовые танки советских веток поскольку у них снарядов как обычно мало хотя я не знаю в чем проблема добавить ну да ладно танк в целом слеповат кривоват броней не славится и часто горит я поставил на него турбинку досылатель и кажется улучшенные механизмы поворотов в общем и целом все на стрельбу даже если ставить все на обзор все равно мы ничего не увидим обзор 310 метров врага мы видим только когда врезаемся в него поэтому едем в коридорное направление расстреливаем тяжей скорострельность дпм нам это позволяет да если останавливаться и сводиться это конечно печальное зрелище но если стоять с места стрелять то в целом попадать можно особенно в низкоуровневые танки не нужно прям там сильно выцеливать у зимы зоны в них тоже брони немного в принципе как и в нашем к в 1 танк звезд с неба не хватает но даже такого танка вполне достаточно чтобы на пятом уровне нагибать мне танк понравился ничего плохого в нем не вижу в нем есть минусы в нем есть плюсы вполне себе играбельный танк если пушка покажется сильно кривой там есть притоповая пушка скорострельная где точность намного лучше но мне кажется что это вполне достаточно танк в игре появился у нас 3 мая 2012 года в патче 073 танку уже больше десяти лет это прям ветеран игры за все это время в патче 0912 его перевели в hd и в патче 19 ему добавили хп увеличили количество снарядов также уменьшили доходность на семь процентов но и стоимость ремонта уменьшили на 24 процента поэтому сливаться на этом танке стало дешевле но и фармить мы стали меньше в общем и целом мы понимаем что этот танк забалансили больше десяти лет назад неплохо так забалансили получается до патча 073 этот танк был просто к в но в патче 073 его разделили на к в 1 и к в 2 после к в 1 на шестом левеле нас встречает к в 1 с этот танчик тоже мне понравился у него тоже есть плюсы и минусы здесь орудие у нас уже намного точнее намного быстрее сведения прям там 2 и 1 молниеносное сведение огромнейший дпм намного больше чем на к в 1 хотя и там неплохо пушка реально прям как пулемет пробитие 150 голдой 196 альфа 160 танчик быстрый маневренный но из минусов броня плохая у воены всего лишь минус 5 на рельефе играть тяжело обзор уже подрос 340 и мы врага видим не только когда спотыкаемся об него но и на расстоянии вытянутой руки а это уже прогресс танчик играется скорее как и стэшка ставим турбинку досылатель и 3 на свой вкус можно какой-нибудь вентиль воткнуть чтобы дпм было еще больше поскольку проблем со стрельбой особо нет конечно стабилизация так себе но скорость сведения помогает нам нормально пострелять целом танчик неплохой но ошибок он не прощает также как и к в 1 броня не особо и критуемость большая но за счет скилла нагибать 5 6 левел на этих танках вполне себе можно так что танчик неплохой пройти его прокачать и забыть можно а вот оставлять в ангаре или нет это уже любители низких уровней решат сами и вот насчет кваса тот который к в 1 с изменения у этого танка были огромные перековыривали этот танк такое ощущение что по 20 раз в день около 10 патчей где что-то с этим танком делали перечислять все что с ним сделали это займет очень много времени но я вам так скажу что когда я в игру пришел 2013 году на 6 левеле у нас были любители халкета и любители кваса у кваса была большая пушка и дрын выдавал 390 альфы уже на шестом уровне это была очень грозная пушка ее боялись тупо все но сейчас квас у нас больше похож на стэшку и вместо пушки у него маленький свисток который попукивает небольшой альфой но очень грозный дпм поэтому это совершенно разные танки теперь переходим к танку на седьмом уровне что из себя представляет у нас ветки и 7 семерка на седьмом левеле советские тяжелые танки из себя представляют возможность на базе этого из а для себя сделать либо танк с большой крупной пушкой и большой альфой либо уйти в сторону все тех же более мобильных таких средних танков если мы поставим топовую пушку то у нас будет альфа 390 пробитие 175 голдой 217 но у нас будет увы на минус 6 дпм 1900 отвратительная точность 046 и сведения 3-4 у иса броня такая же слабая как у к в 1с и у кого один тоже корритуемость в общем и целом эта пушка не совсем подходит по темпераменту к этому танку но я здесь еще орудие 100 миллиметровые д-10 т там точность 038 сведения 2 и 7 также пробития бэбэшкой 175 но вода голдой 235 также у воинов будет у нас не 6 а 7 и это орудие в куче с турбиной которую можно поставить на танк даст нам возможность более играть мобильно дпм на точно и активно что этому танку подходит лучше конечно можно играть и на большой пушке большое орудие нам даст возможность играть от альфы тем более на седьмом левеле не такие уж грозные танки на встречаются чтобы их разбирать нам огромный дрын не нужен тем более что у огромного дрына пробития голдой меньше не такой уж и огромный к тому же дпм на 100 миллиметровые пушки будет у нас получше так что в быстрых активных боях с турбинкой на скорости играться будет как намного лучше ставим еще сюда досылатель ну а третье либо прицел либо омп либо вентиль тут уже на свой вкус разница будет не прям уж космическая главное поставить турбинку и досылатель и 100 миллиметровую пушку в целом танк неплохой но уже на седьмом левеле играется чуть потяжелее чем на шестом и пятом это из-за того что здесь меньше таких лопухов как на пятом шестом уровне и чуть больше танков где нужно что-то выцеливать а не стрелять в силуэт но до 7 левела в принципе в этой ветке все более-менее нормально и даже геймплей плюс-минус однотипный вдоль всей ветки слабенькая броня высокая критуемость скорострельные пушки есть у всех слабый обзор и неплохая в целом играбельность на каждом танке а вот начиная уже с восьмого уровня начинаются проблемы на восьмом уровне нас встречает ис-3 что касаемо айса 3 это по-прежнему такой же слабо бронированный тяжелый танк но уже более медленный меньше у него дпм а пушка топовая с альфой 390 пробитие бэбэшка 225 что неплохо голдой 265 это не прям вау результат отвратительные у n и минус 5 также у нас точность 046 не знаю куда мы попадем с такой точности в общем и целом пушка кривая еще и сведение 34 дпм 1700 это просто жесть также обзор 350 в общем и целом параметры у танка просто ужасная через рельеф играть неудобно дырявых мест в танке много броню не замечают не то чтобы какие-то там девятки десятки даже lt 8 его нас на ходу в лоб часто пробивают особенно если голду заряжает никто вообще наш танк не замечает никакой брони абсолютно я уже молчу про какие-нибудь pt которые нас просто в несколько слоев пробивают да иногда это танчик что-то отбивает но скорее просто когда повезло в этом танке чувствуется слабость практически во всем какой-то результат или урон можно настрелять только если враги подставляются особо на нас не быкует и мало в нас стреляют если в бою в нас будет стрелять много это танк обязательно все будет впитывать и ничего не будет отбивать ощущение танка максимально отвратительные и это первый танк в этой ветке который можно смело назвать плохим абсолютно ничего хорошего в этом танке нету кроме альфы и пробития дпм плохой увн и плохие броня плохая точность стабилизация сведения плохое все отвратительное я поставил на из 3 все на точность особо как-то мне там это не помолу ставить какую-то турбину и пушку скорострельную играться как на стэшки здесь не получилось поскольку на скорострельной более точные пушки точность не такая уж и хорошая и пробитие 175 на алде 235 это что-то просто ужасно и по сути альтернативной пушки нет либо топовая либо никакая извернуться и обойти большую кривую пушку как на и седьмого уровня на восьмерке не получается поэтому на мой взгляд этот танк максимально отвратительный но видео про апы танка в 2023 году а точнее там не прямо сказали что об там вроде как ари баланс но я думаю что тут нерфить нечего это по-любому должен быть об там мелькал из 3 я думаю что обязательно в этом году должны апнуть после того как его улучшат мы еще раз покатаемся на нем и посмотрим во что он превратится на данный момент из 3 это просто ужас вообще не рекомендую на нем играть самое интересное что за все то время сколько он существует в игре а существует он с патча 046 а это был у нас 2010 год за эти годы его не так уж часто не так уж глобально переделывали но умудрились понерфить ему жестко дпм хотя у танка и так особо то ничего и нет объект 257 это у нас девятый уровень это один из самых слабых танков девятого уровня по статистике хуже него только type 4 heavy почему так получилось у воены все те же минус 5 градусов точность стабилизации отвратительное сведение 2 и 9 точность 04 дпм 2000 ничем не удивляет до пробития неплохое 248 бэшкой 315 кумулятивом неплохой калибр альфа 440 тяжелые танки очень хорошо разбираются кумулями 315 в некоторые тяжи прям приятно стрелять но броня у нашего танка отвратительная танковать на нем крайне неприятно да у него там бронированные борта это все круто но лоб легко пробивается крыша пробивается на башне лючки пробиваются легко как ты танчик не крути все равно в нем куча дыр и с такими воинами играть неудобно но что меня удивило на этом танке это максимальная скорость 50 если поставить на него турбину то можно кататься как средний танк смысла в этом немного поскольку все равно из-за уэна в кривой пушке играть тяжело но по сути с такой подвижностью вроде как и понятно почему броня плохая но мне кажется этому танку как минимум надо добавить брони поскольку некоторые средние танки имеют подвижность не хуже а броню получше орудие чересчур кривое и 5 градусов и на это вообще жуть поэтому тут есть чего апать прям куда ни ткни все плохо поэтому неудивительно что этот танк занимает предпоследнее место я думаю что вместе с осом 3 объект 257 смело можно улучшать циферки можно совать прямо не стесняясь все плохо и ужасно самое интересное что этот танк появился у нас не так уж давно в 2018 году в патче 0922 после того как этот танк появился в игре больше ничего с ним не происходило хотя по сути уже прошло пять лет за эти пять лет всего что добился этот танк это просто стабильное удержание предпоследней позиции на девятом уровне за пять лет не апнуть этот танк но я не знаю пора бы уже что-то с ним поделать ну и переходим у нас к десятому уровню это ис-7 ис-7 славится своей крепкой башней щучьим носом хорошая максималкой неплохой альфой и плохим пробитием на галде также тем что он взрывается в щеки поскольку там находится боеукладка советской вертухой и читерскими бортами что хочется сказать про этот танк у вены 6 градусов как-то маловато когда пытаешься в городе танковать обратным ромбом пушка на жопу плохо опускается пробитие голдой 303 под калибром это прям как-то очень скудно альфа хорошая 490 точности сведения посредственные 0 4 2 и 9 сведения дпм тоже 200 но в общем и целом играть от альфы можно набивать урон можно за счет максималки можно занимать какие-то позиции поскольку максимальная скорость вперед 59 и 6 15 назад обзор 400 здесь уже обзор нормальный хоть на каком-то танке в этой ветке обзор нормальный и не нужно врезаться во врагов чтоб их найти в общем и целом мне танк понравился и всем по-прежнему играть на нем можно но видно что он уже какой-то невзрачный конкурировать с какими-то самыми имбовыми танками на нем тяжело очень легко пробивается в лд при том что несложно пробивается еще и и нлд очень тяжело в городе как-то там что-то ромбовать танковать эту броню грозной уже особо не назвать но вот когда займешь рельеф играешь от башни это конечно же круто поскольку лючков там на голове особо не найти хотя за все годы сколько я играю я иногда и 7 в лючок пробивал но это нужно находиться выше и со 7 можно немножко освежить этот танк чтобы он немного приподнялся по статистике и будет уже неплохо этот танк появился у нас в игре в обновлении 02 в 2010 году это наверное один из самых старых танков которые у нас есть почетное звание дедушки удерживает стабильно за все эти годы что с ним происходило увеличили на пять процентов стоимость ремонта переработали там броню пулеметик опускали поднимали забрали 50 хп максималку вперед улучшили с 50 до 59,6 увеличили доходность на 12 процентов уменьшили пробитие с 260 до 250 мне почему-то кажется что в 2023 году когда будут апать эту ветку ему пробой сделают основным снарядом снова 260 поскольку у многих тяжей на десятом уровне пробитие 260 уже а 250 уже по практически ни у кого и нет это скорее уже какое-то пробитие 9 уровня также перевели этот танк в hd улучшили стабилизацию на 10 процентов сведения улучшились 34 на 31 то есть мы видим что немножко за все эти воды за танком чуть-чуть ухаживали изменений было много но все они были более-менее косметические также добавили двигатель мощнее еще раз улучшили стабилизацию на 16 процентов при повороте башни на 25 процентов время сведения с 31 апнули до 2 и 9 также прочность увеличили с 2 150 до 2400 сейчас когда я режу с закалкой хп у нас с прокаченной полевой модернизацией около 2700 и видно что танчик жирненький поскольку есть тяжи которые катаются с двумя косарями хп на десятках и 7 у нас более жирный танк но вот когда начинаешь городе что-то там пытаться танковать вообще себя жирным не ощущаешь просто ощущение что это увеличенное хп нам дается чтобы просто на одну тычку больше впитать и пока какие-то рельефы не найдешь особо не потанкуешь но в быстрых боях особо и некогда их искать какие выводы можно сделать по этой ветке обязательно ждем улучшение из 3 объекта 257 возможно снова будут какие-то косметические изменения которые затронут иса 7 но в общем и целом больше ничего этой ветки не надо сейчас можно эту ветку спокойно докачать до 7 уровня если вы ее еще не не прокачали и подождать пока улучшат из 3 потом посмотреть на улучшение и решить качать дальше или нет спешить качать из всем я сейчас не вижу смысла поскольку это далеко не самый лучший танк 10 уровня если его и качать то просто для разнообразия или от того что нечем заняться танк в целом неплохой но и до сильного танка ему далековато что касаемо и 7 257 и из 3 вообще полный шлаг ну и 5 6 7 уровень вполне себе хорошие танки есть у них свои минусы и свои плюсы но играть на них вполне можно вот такой в мой обзор на эту ветку пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво всем удачи увидимся пока